Так, вроде пошло, но я пока не пойму в плане, типа, сама трансляция идет или нет. Ага, вроде пошло, но надо будет потом проверить. Так, какая будет задержка, мне интересно, сейчас, так, вроде пошло. Так, голос есть, это уже радует. Ну, на самом деле, такой пробный стрим, я надеюсь, меня слышно, и прям вот в этот момент надо детям заорать, ну, конечно. Всем привет, кто смотрит, круто, круто. Блин, вот только начался, и опять, типа, начали дети кричать. Сейчас, прям 5 секунд, я, если когда будут какие-то крик, я сразу буду выключать микрофон, чтобы вы не слышали, и чтобы вас уши не кровоточили. Так, я включил несколько минут раньше, потому что просто было как-то страшно, в плане, типа, во-первых, я это делаю сам, типа, первый раз. Интервью не я настраивал, а когда вот еще до этого было. Так, поэтому... Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто смотрит хотя бы просто по звуку нормально или нет, потому что я сейчас сидел где-то полчаса примерно с этим ОБС, настраивал микрофон, а он у меня ужасный, говеный и дешевый. То есть, такие слова, конечно же, сразу понимаете, о чем я. Поэтому, ну, пока денег нет купить хорошее, а потом, в будущем, может быть, я накоплю и куплю нормальный микрофон. Ну, пока как-то так. Напишите, пожалуйста, в комментариях хотя бы, там, типа, по звукам, не капают ли из ушей кровь, там, не знаю. Если что, я, может быть, могу настроить, пока я вот сижу около ОБС. А так, сейчас еще несколько минут, и мы начнем, потому что у меня особо планов никаких нету. О, все, хорошо. Спасибо, спасибо, Лин. По звуку, надеюсь, будет все нормально. Я, поскольку вот за последние 2-3 дня начал как-то это просто, ну, у меня такое появилось желание, типа, почему вот, ну, все стримят, и я такой, ну, мне вот, например, нечего делать порой, мне как-то скучно, я иногда хочу сесть, включить, и чтобы это можно было как-то потом поставить на запись, может быть, кто-то посмотрит, послушает. Ты чисто для себя, так и для памяти просто какая-то, типа, запись остается. Да, с наступающим всех праздником завтрашним, хотя я особо ничего не праздную, ну, ладно. Это я, типа, просто сейчас вспомнил, что весь день бегал по городу, там, запасался краской и всем остальным. Ну, вот специально, только начинаешь и просишь, пожалуйста, дети, ну, не кричите, ну, пожалуйста, дайте хотя бы просто перевести время спокойно, и начинается, начинается опять кто-то кричит, бегает, там, орёт. Так, ну, вот, время вроде бы началось, я имею в виду, который я запланировал, поэтому ещё раз всем привет, извините, что я хриплю голосом, потому что у меня, типа, я не пойму, то ли я заболел, то ли ещё что-то, возможно, я опять заболел каким-нибудь коронавирусом и всё, но это такая, типа, тема достаточно сейчас актуальна, поэтому. Насчёт задержки, я не знаю, какая сейчас задержка по времени, скорее всего на, а, вот, вижу, примерно на 10 секунд, поэтому, скорее, ну, вам-то будет, наверное, на это особо без разницы, вы не будете на это обращать внимания, но окей. Я просто пытаюсь вообще разобраться, что мне делать в первый раз, когда делаешь всё это чисто так для себя. Ну, ничего, это надо просто привыкнуть. Чего я хотел сделать? На самом деле, я вот сейчас делаю пирс своего персонажа. Это, вот, я сейчас понимаю то, что я её зафигачил вот тканью, и она сейчас получилась достаточно, ну, то есть, вот, если смотреть и спросить, типа, кто это, девочка или мальчик, девушка или женщина, там, или парень, мне кажется, никто не ответит, скажет, я не знаю, потому что такая, типа, по силуэтам достаточно не то, чтобы странная, ну, такое, типа, блин, ну почему? Ну, а так, я на самом деле хотел другой костюм придать ей, ну, что-то меня сейчас смущает капюшон, не знаю почему, то есть, капюшон какой-то, я хочу вот такой большой ей сделать капюшон, возможно, придётся потом переправлять, а так, ну, это просто, типа, чародейка, которая, у меня там вот есть свой мир, свои персонажи какие-то в голове, и я хотел давно уже её, как бы, типа, показать, изобразить, типа, что это, как, может быть, как-то через них рассказать какую-то историю, и вот этот персонаж достаточно интересный в плане лор, но я его пока не проработал, то есть, у меня, например, для неё готово достаточно мало, сейчас покажу, примерно, на чем я последние несколько дней работал. Так, вот это. Ну, во-первых, я искал тип образа. Сама по себе, эта девушка, она, ну, чародейка, колдунья. Скорее всего, те, кто смотрит «Видимака», ну, вспомните, кто такая, там, Йеннифер, допустим, и вы поймёте примерно, в каком направлении я... Вот, кстати, нет, имя нет, имя я ещё не придумал. Это самая, не то чтобы сложная вещь, просто у меня есть персонаж, который уже на букву «Э» есть. Есть «Элия», вроде бы. А я ей тоже хочу какое-нибудь имя на букву «Э», чтобы оно приятно звучало, то есть такое какое-то женственное. И сам этот персонаж, вот, то есть, я делал несколько, точнее, не несколько, а 8 вариантов, вдохновляясь какими-то референсами, да. И мне вот понравился, например, вот этот образ, то есть тут маска какая-то золотая, что-то вот из этого. То есть по цветовой гамме она достаточно такая тёмная, ну, она не положительный персонаж. Поэтому я не хотел делать её такую яркую, добрую, типа она там в таком сильно вызывающем костюме, там, чтобы сиськи наружу, извините, там, всё такое. Я пытался её как-то, наоборот, скрыть под покровом таким вот, там, капюшона, каких-нибудь тканей, чтобы она как-то выглядела более-менее устрашающе. То есть, и при этом непонятно, кто это, мужчина или женщина. Но я сейчас понимаю то, что я вот испортил ей силуэт, и она, мне кажется, выглядит уже похоже на пацана, то есть на какого-то парня. И потом, скорее всего, придётся что-то менять, возможно, чтобы фигура была заметна, то есть, чтобы вот эта талия и всё остальное. И сейчас примерно по этому принципу тут надо решить, что будет дальше делать. Так. Сейчас посмотрю. Что я ещё хотел показать? Так-так-так. Я сейчас просто собьюсь с мыслью, поэтому я надеюсь, впоследствии как-то во время разговора я это как-то объясню. Я извиняюсь за такое, типа, невнятное начало, типа, о чём он вообще говорит, чё он несёт. Сейчас дайте мне разговориться хотя бы про минут 10, потому что я немножко это нервничаю, да, немножко нервничаю. Так. Для неё я сделал маски. Ну, то есть, прям вот за день или за два. Если так присмотреться, они по цвету такие, типа, серебрового, золота, бронза, но, хотя это даже на медь больше похоже, этот персонаж ассоциируется достаточно хорошо со смертью, то есть она имеет какую-то определённую связь с этим вообще аспектом, со словом просто смерть. Потому что она, с одной стороны, медиум, то есть она умеет общаться, например, с мёртвыми, и при этом она состоит в неком культе, который поклоняется, допустим, ну, человеческому богу смерти. В моём мире есть бог смерти, которому поклоняются. Кто знает Скайрим, там в Скайриме, например, ну, в древней свитке, там был бог в облевионе этот... Блин, как его зовут? Там ещё такое жерелье было, типа, красное. Бог смерти. Или бог погребального мира. Блин. Не Акатош. Акатош — это самый главный бог. Там какое-то офигенное такое название, но я опять забыл нормально. То есть у меня в моём мире есть бог, с которым она имеет какую-то определённую связь, и поэтому я хотел деталями подчеркнуть то, что она вот каким-то образом... Окей. Мне как-то прям сразу легче стало. Да и тем более, что волноваться? Народу, скорее всего, будет два или один человек. Поэтому смысл... Смысл мне волноваться. Меня просто волнует то, что я постоянно хочу как-то... Ну, такую спокойную обстановку, а вокруг меня постоянно кто-то бегает, кто-то кричит. И из-за этого вот это вот чувство гармонии, ну, прям теряется. И ты такой сидишь, типа, блин, ну... Ну, я хочу спокойствия. Дайте мне спокойно там поболтать, рассказать. Может быть, кому-то интересно станет, а может и нет. Так. Вот эта маска, это, типа, из того вот силу, из этих вариантов, которые я делал, то есть вот отсюда взял и сделал. Она мне очень нравилась, но потом, когда мы с другом пообщались, он мне, типа, сказал, давай лучше сделаем с тобой другой вариант. Ну, то есть попробуй поиграться с выражением лица, то есть на маске такое, гримасу какую-нибудь. Либо немножко вообще в другую сторону, то есть вот череп какой-нибудь. И после всего того, что мы... Аркей, точно, да, да, спасибо, аркей. И когда вот мы с другом общались, он говорит, типа, давай ты лучше просто возьмешь и, не знаю, там, типа, вот эту вот оставишь. Потому что вот эти маски не офигенные, но давай вот эту. И я потом понял, что да, по сути, я не хочу делать ни золото, ни серебро, ой, точнее, ни бронзу. А что такое холодное? И при этом эта маска достаточно, ну, смотрится. Достаточно неплохо смотрится. То есть это выражение какой-то лица, оно такое серьезное, безэмоциональное. С одной стороны, тоже можно сказать, что смерть это как бы символ отсутствия эмоций и погружения в некий покой. Так, ну вот я сделал варианты. Потом я что-то еще делал для нее, я забыл. А, ну что там. То есть это самая первая была, что ли, картинка. Сейчас я проболтаюсь и я начну рисовать, потому что я просто пытаюсь объяснить, что я сейчас хочу сделать. Потому что у меня есть там еще кое-какая вещь. Я просто потом у вашего мнения спрошу, типа, если захотите, будем делать это. Если интересна другая вещь, я буду рисовать вот этот вот челлендж, с экспонарт челлендж, который я начал несколько дней назад, и я который забросил. Почему забросил? Потому что я, ну, как-то вот сразу вдохновился вот этим персонажем, и такой, типа, в жопу этот челлендж, и я его рисовать не буду. А впоследствии я такой, типа, сижу, иногда нужно отвлекаться от вот этого проекта своего, и, ну, рисовать, например, какой-нибудь челлендж. Ну, то есть почему все время рисую свое что-то, если можно, как бы, для публики просто, ну, повеселиться, пофаниться, да, порисовать что-то другое. Так, здесь я делал, типа, ну, набросок такой, типа, искал какой-то костюм, но они все такие, знаете, достаточно современные, не то чтобы современные выглядят, они фэнтезийно, но при этом сам персонаж, он находится в средневековье, поэтому, ну, смотрится не очень, мне не нравится. И по цвету скучные, они такие темные, как-то не очень. Так, маски я пока выключу. Пытался, я вообще хотел придать этой девушке на достаточно интересную сама по себе, я что-то из крайности в крайность ухожу, она сама по себе очень сильный маг, то есть вдохновлялся я, скорее всего, несколькими образами, это Гермиона из Гарри Поттера, Гермиона Грэнджер. То есть некоторые черты характера Гермиона, они прям вот очень хорошо подходят для моего персонажа, потому что она такая вся правильная, типа, хорошая девочка такая прям вот, при этом талантливая, очень сильная и по характеру очень, ну, верная и добрая. Опять же, не для всех, а для тех, кому она доверяет и с кем она, например, вот тусит, ну, если так сказать. А тусит она с некой такой бандой в будущем. То есть она кончила академию магическую, допустим, и встретила своего товарища, с которым она обучалась. И как бы она в него влюбилась, втюрилась, и теперь она с ним. Все. То есть она ему помогает, она его некая правая рука. Если рассматривать персонажа в игровой сфере, то есть представить примерно, что это за персонаж, ну, то есть какая у него роль, например, в бою и вообще, то есть, то это, скорее всего, саппорт, при этом она может, как бы, являться неким, как убийца, короче, себя вести. А помогает она танку. То есть вот ее возлюбленный, это прям машина для убийства. Это очень мощный, опасный, быстрый и сильный воин, убийца, который, наверное, совмещает в себе какие-то определенные детали каждого, вот, каждой категории персонажей. То есть это и что-то от убийцы, то есть там какие-то моменты, что-то от воина, потому что у него, например, там очень крепкая броня, он очень сильный, вообще он неуязвим. Ну, понятное дело, что это странно, но я его потом тоже буду делать в будущем. Просто сложность в том, что сам персонаж, которого вот я хочу в будущем еще сделать, ну, ее возлюбленного, он... Сложен в том, что у него доспехи сложно придумать. Доспехи у него такие, они полумеханические, то есть у него там каждая деталька должна двигаться анатомично, а я это пока делать особо не умею, и просто надо долго думать над дизайном, вообще, как ее придумать, как это сделать. Ой, сейчас я буду целый час болтать, нифига ничего не нарисую. Ну, как всегда, в принципе. Ну, всем привет, кто еще раз кто-то смотрит. А если не смотрит, кто будет смотреть потом, ну, еще раз привет. Нет, я буду, наверное, весь стрим просто здороваться, потому что я не знаю, сколько там человек смотрит, я, может быть, я и вижу, я не понимаю. Ладно. Так, что я хотел объяснить. И, то есть, в этом персонаже я хотел совместить... Я вдохновился персонажами, то есть это характер Гермиона Гринджа. Из Гарима есть персонаж Корлия. Она Соловей. Ну, кто играл, тот поймет, про что я имею в виду. То есть тоже она такая верная, плюс она культист, она поклоняется некому божеству, она в своей вот сфере профессионал, то есть спец какой-то очень сильный, и ее в какой-то степени кто-то боится. И плюс она постоянно скрывается, она постоянно носит тоже какую-то одежду, которая скрывает ее личность. Капюшон, маска. Потому что она, ну, можно сказать, не законно, она опасна, она разыскивается, если так сказать. Так, это я пока закрою. Ну, вот из тех этих вариантов, когда я сделал, мы с другом начали советоваться, типа, что из этих вариантов ей подходит, а что нет. И я был солидарен с другом, то, что вот эта накидка, она подходит. То есть вот эта огромная такая тканевая такая пластина, которая закрывает ей грудь, то есть это некий воротник такой большой, плюс, допустим, капюшон взяли от другого варианта. Ну, то есть мы тут комбинировал, я точнее комбинировал и пытался сделать какой-то цельный образ. Так, и впоследствии я пришел к тому, что вот получился вот этот вариант. То есть мне понравилась маска, я ее сделал, но по цвету она будет серебряная, скорее всего. Потом что еще? Ну, капюшон, хотя капюшон я, скорее всего, переправлю. Ну, и накидка. То есть это самое главное. Потому что она скрывается, она постоянно находится в таком настроении, когда вот, ну, то есть в напряженном настроении, и она постоянно вот, то есть куда-то бегает, прячется, там. По способностям она пока, я пока не продумал, то есть кто она конкретно, там типа, какие у нее школы магии, можно ей придумать, но она, скорее всего, умеет все понемножку, там, телепортироваться, создавать, может быть, щит какой-нибудь, что-нибудь еще такое. Да, накидка с капюшоном всегда круто смотрится, потому что, во-первых, это стильно, а во-вторых, ну, даже во-вторых, не надо говорить. Потому что, да, это всегда помогает, это всегда работает. Особенно для персонажей, которые сами по себе, по своему характеру, такие скрытные, и при этом надо показать некую опасность. А капюшон, он часто ассоциируется с неким оккультизмом и скрытностью. То есть это два в одном. А она сама по себе оккультист, стоп, не оккультист, оккультист. Я сейчас, это, заболтаюсь и все, и потом будет словесный понос просто. Она, поскольку верит в божество, и общается с ним в какой-то степени через, либо через маску, либо через какое-то, у нее, может быть, на поясе будет, ну, типа вот, как в Японии, есть такие статуэтки, фигурки, которые, фигурка Будды или что-то в этом роде. Такая же фигурка будет у нее в виде вот этого божества, и она, скорее всего, через него общается с ним. Но это я пока еще не продумал, потому что, когда я начинаю делать своего персонажа, у меня постоянно начинается некое такое восприятие, когда вот ты начинаешь докапываться до каждой мелочи. То есть, меня не устраивает капюшон, меня не устраивает, там, накидка, цвет не тот, там, маска не та, вообще все не то, все, все удаляю и начинаю все заново. Но зачем удалять, если можно сделать вариант, а потом от него как-то оттолкнуться и делать дальше. Так, надеюсь, я примерно объяснил на 20 минут, что я хочу делать. Так, это закрою. И есть другой вариант. То есть, я либо сейчас это буду делать, либо могу начать делать челлендж. Так, сейчас я пытаюсь. Либо можно сделать челлендж, но я пока не знаю, какой именно, то есть, что из этого можно взять и нарисовать. Либо начать вот это, либо вот это. Так, я думаю. Ну, с другой стороны, типа, решайте вы, кто смотрит. Поэтому, если захотите вот этот челлендж продолжить, я за сегодня, например, сделаю какого-нибудь персонажа. Хотя я вот тут вот спалился. Блин. Я спалился. Я уже делал наброски на бумаге отдельно. типа, типа, на самом деле, блин, вот тут как раз пятят на пятят. Я готов рисовать карнажа, допустим, а с другой стороны, я готов рисовать чародейку. Ну, возможно, чародейку мы можем начать в следующий раз, потому что, если, например, этот стрим получится, ну, то есть, я имею в виду, никаких проблем не будет, я буду рисовать, например, ее в следующий раз. Либо вообще, пока ее отложу и буду рисовать ее вместо стрипа, то есть там просто буду показывать что-то. А рисовать буду тогда пока что вот этот вот челлендж, хотя, блин, из-за того, что я такой, типа, не то чтобы нерешительный, а вот я не знаю, типа, что делать. Можно и то, можно и это. Давайте нарисую карнажа, что ли, сегодня. А потом... Тем более, я его хочу этот челлендж доделать, уже многие нарисовали все. Все давно сделали, а я сижу, жду. Поэтому, скорее всего, я буду рисовать карнажа. Почему я пропустил Дракулу? Потому что у меня набросок... А, у меня здесь была икона греха из Думы. но я потом плюнул на него и говорю, нет, я буду делать лучше карнажа. А здесь я хочу Дракулу. Дракулу, который из Ван Хельсинга, потому что я так его обожаю. Это просто и самого персонажа, и образ, который вот сделали. то есть он такой страшный, там он такой мышечный, накачанный, ну такой прям крупный. У него большие такие крылья, и он сам по себе прям такой мяшко. А внизу тут останется еще Кайло Рен, Барлак, и кто-то еще, которого, может быть, в самый последний момент, ну кто мне что-нибудь посоветует, я могу дорисовать, если кто захочет. Поэтому я скорее всего начну рисовать Карнажа, если никто не против. А потом как получится. Я надеюсь за один стрим я его сделал, потому что я начинаю порой углубляться вот в детали, и тут же не важно прям насколько круто ты нарисуешь, а важно, что ты просто делаешь фан-арты в какой-то определенной стилистике, и это же не коммерческая работа, а чисто просто по фану. Да, да, вот если бы я мог, например, там, знаешь, знаешь, знаете, извиняюсь, если бы я, например, мог создавать свою копию, ну то есть как вот там какой-нибудь мутант, который имеет создавать свои копии, или у меня было бы там, например, две головы и четыре руки, я бы рисовал бы сразу, может быть, сразу две работы, это надо еще иметь два компьютера, два планшета и все остальное. Ну это такое. Ладно, карнаж, так карнаж, будем делать карнажа. Ну, по сути, поскольку у меня набросок на бумаге уже был готов, я его просто сфоткал, и мне иногда на бумаге намного удобнее рисовать. Почему удобнее? Потому что, во-первых, я смотрю на бумагу, и у меня карандаш упирается прям в сам лист, я вот им управляю. А когда рисуешь на компьютере, это как-то немножко тебя вот так вот занервы дергает. Не знаю почему, может быть, я просто, типа, надо просто разрисоваться, типа, привыкнуть к этому. Так, тогда я больше не буду тормозить и начну рисовать карнаж. А что еще делать? Так, ну, я просто его намечу сначала, скорее всего. Так, по прозрачности берем. Если какие-то будут вопросы интересные, ну, то есть, любые, можете задавать, мне как-то будет интересно просто о чем-то рассказать во время рисования, если я это смогу делать. Так, себя как-то странно это перо ведет? Непонятно. Сейчас я подумаю, каким, каким, какой кисточкой лучше рисовать. Так. Я часто начинаю вообще лайн-арты или какой-то вот набросок разными кистями из-за этого, не знаю, по-разному бывает. С одной стороны так бывает, с другой стороны по-другому можно начать. Так, а вот стерку можно делать так вот. Спасибо, спасибо. Постараюсь покрасивее сделать. Надеюсь. Так. Единственное, конечно, я понимаю, то, что из-за того, что компьютер достаточно не такой мощный, либо фотошоп начинает подвисать, потому что, когда рисуешь без стрима, то есть, сам он как-то это по-другому себя вообще ведет. Но это опять моя проблема, потому что надо апгрейдить компьютер. А у меня пока такой возможности нету. Плюс еще этот, точнее, эта ситуация связана с вирусом и всем прочим. Это, конечно, проблематично. проблематично. Главное не углубляться в детали, потому что здесь особо не надо. Здесь главное показать самые главные формы и рейси. У меня вообще была идея такая, когда я начинал этот челлендж, просто нарисовать персонажей, которые, ну, чем-то будут похожи друг в другом. Например, там, взять из каждой вселенной по какому-нибудь отрицательному персонажу и просто сидеть и рисовать и все. Ну, то есть, например, из DC, там, у меня пугало, из Marvel, это Carnage, там, ну, из других вселенных тоже какой-нибудь отрицательный персонаж. А что такого? Нормально, нормально. И, скорее всего, я постараюсь в такой тематике сохранить этот челлендж, хотя, может быть, это уже не челлендж, не знаю. Особенно, ну, то есть, я помню, я с другом насчет этого момента спорил, типа, возможно, я не прав. Он мне говорит, типа, ты должен рисовать то, что тебе напишут. Ну, то есть, например, я спрашиваю, типа, что вы хотите, чтобы я нарисовал? И он говорит, типа, вот что тебе сказали рисовать, то ты должен рисовать. Я такой, блин, ну, а вот если, например, человеку никто ничего не напишет? Ну, то есть, вот его не то, чтобы избегают, а ему говорят, типа, точнее, ничего ему не говорят, то и просто, никто ему особо ничего не пишет. Или один человек написал, допустим, рисую, например, Шредер из Серепашек Нинди, а остальные пять вариантов, кто бы тогда рисовать, ну, то есть, выбирать. Поэтому я решил, что я либо сам буду выбирать того, кого я буду рисовать, либо, либо во время, может быть, стрима, или впоследствии кто-то мне что-нибудь скажет, а если нет, то я буду рисовать то, что хочу я. И все. Ну, типа, и если это не челленджи уже, то окей. Ну, типа, у меня в этом плане, типа, ну, то есть, ничего страшного. Можно и так. Так. Я иногда буду замолкать, чтобы немножко отдыхать, потому что и вам, скорее всего, будет сложно слушать, типа, если я постоянно два часа, или сколько там будет стрим, я не знаю, типа, постоянно болтать. Потому что я просто вспоминаю свой стрим со Смирновску, я такой, блин, я потом переслушивал несколько раз, я такой, Олег, вот здесь надо было заткнуться, ты все два часа болтал, а там были еще и вопросы какие-то, и вместо того, чтобы, не знаю, немножко замолкнуть и поотвечать, ты вообще, типа, никак не мог заткнуться. Поэтому сейчас я просто буду делать такие паузы. Паузы. Ну, в принципе, похоже, вроде на канал. Так, сейчас канал. Так, сейчас на улице так жарко ужас просто. Ну, я рад. Нет, он тоже понравился, потому что, блин, я вообще не ожидал того, что меня куда-то позовут, это было очень круто. Круто в плане, я не ожидал, что, типа, почему я, то есть, нифига, что я такого могу интересного рассказать? Да ничего я не могу рассказать, потому что я сам еще по себе, типа, молодой, зеленый. Опыта у меня особо никакого нету. Ну, в плане, типа, работы. Я сразу сказал, говорю, типа, если что-то будут какие-то вопросы про работу, ну, про работу, я отвечу, но особо-то рассказать про работу нечего, потому что у меня просто были заказы, хотя вот заказы были интересные, сейчас, ну, что я рисовал, там, как, блин, так объяснить, я делал концепты для моделек, 3D, ну, 3D-художник потом делал модельки, и сейчас эти миниатюрки на кикстартере скорее всего делаются, либо продаются, либо там предзаказы, скорее всего, предзаказы делаются, и если мне мой заказчик разрешит потом показать, ну, фотки, концепты я покажу. Я делал там 4 или так, раз, 5, вроде 5 демонов каких-то, ну, каких-то, ну, кто Вархаммер знает, тот поймет, там есть. 4 бога хаоса, и пятый это, типа, неделимый, неделимый демон, такой, демон хаоса неделимого. И они сейчас уже готовы, сами модельки, то есть, выглядят они прикольно. И я надеюсь, что я потом когда-нибудь их хотя бы смогу потрогать, не знаю, там, посмотреть. Ну, выглядят они, ну, эпично. хоть они такие по размеру маленькие, то есть, там, по высоте примерно 7 сантиметров, 8 по высоту, то есть, это такие для настолки, но они смотрятся, блин, красиво. я помню, концепты делал типа для них, и поэтому, скорее всего, где-то внизу, если интересно, у меня там на страничке или на арт-станции есть два концепта для этих демонов. там танцовщица, танцовщица, да, и демон знаний, такой, типа, птичка с крыльями, точнее, там не крылья, там типа как свитки такие бумажные в виде крыльев, но получилось неплохо. Блин, я вот когда рисую, еще при этом болтаю, какие-то линии получаются странами, но надо привыкнуть. Хотя тут по большей степени просто сделать надо самое главное, потом отдельно нужно порендерить, если захочу. Вообще, я сейчас понимаю, что я мог стримить, скорее всего, намного раньше, но из-за того, что порой были такие проблемы с настроением, может даже и с психикой, что то есть например, вот если сейчас сравнить сейчас и полгода назад, я как-то себя постоянно занижал, типа, я ничего не могу, у меня ничего не получается, ну рисую я, ну да, что-то выходит, прогресс есть, но стримить, чтобы как-то, да и сейчас пора бывает, такое сомнение, зачем, ну то есть, никому это неинтересно будет, зачем, зачем, а с другой стороны, это надо, пусть будет, что-то такого, тем более, сейчас время такое, когда вот, я имею в виду, карантин этот, дома сижу весь день, что еще делать, рисовать, можно и постримить, тем более, когда ты стримишь, ты как бы, ну, пытаешься не отвлекаться, я бывает, отвлекаюсь, то там на YouTube, сяду, то включаю фильм, смотрю на него, и потом забываю про рисунок, а бывает, наоборот, меня вообще ничего не отвлекает, я сижу, и вот просто чисто рисую, допустим, так, типа того, как-то так, ну, в плане настроения, конечно, такая вещь, не очень приятная, когда ты себя начинаешь, типа, занижать, и вместо того, чтобы себя как-то, наоборот, продвигать, не то, чтобы пиарить, а вот просто себя, как художника, развивать там, общаться с кем-то, знакомиться, а у меня с этим проблемы, они сейчас эти проблемы есть и были, ну, то есть, ты сидишь такой, и боишься кому-то написать, допустим, типа, зачем я ему буду писать, нафиг я ему нужен, типа, я сейчас ищу у него время от нему, и вдруг еще что подумать, ну, опять же, это такие предрассудки, поэтому, если вы так же, как и я думаете, пытайтесь это как-то изменить, потому что это, ну, плохо, это влияет отрицательно на ваше развитие, это вас, наверное, как-то будет останавливать, поэтому просто не бойтесь, я не знаю, экспериментируйте, то есть, рисуйте что-нибудь, общайтесь, знакомьтесь с кем-нибудь, не делайте, как я, пожалуйста, потому что мне многие, мои друзья, хотя у меня друзей тоже мало, то есть, я общаюсь, там, по пальцу можно пересчитать людей, и, ну, как объяснить, это плохо, когда ты общаешься, там, с двумя, с тремя людьми, и при этом, эти люди, они, хоть и тебя поддерживают, но они, например, в этой сфере, вообще, в теме художников, там, в теме рисования, может быть, не разбираются, из-за этого, ты считай сам себе, как бы, ну, то есть, сам совсем пытаешься справиться, и это сложно, иногда надо спрашивать у кого-нибудь, что-то мнение, особенно, мнение тех людей, которые в этом работают, там, и развиваются каким-то образом, то есть, у художников других, ну, тип того, скорее всего, так, я иногда, бывает, хочу спросить у кого-то, но потом такой, а, ладно, сам справлюсь, это тоже неправильно, бывает, типа, откладывать на какое-то время, а потом, вот, через полгода, когда у меня, ну, типа, скилл будет получше, я тогда и спрошу, есть ли у меня, типа, проблемы или нет, может быть, это и хорошо, а может, нет, не знаю, ой, сложно сказать, сложно, 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 да, страшно, страшно, но я пытаюсь сейчас это как-то себя выработать, выработать некую привычку, просто, ну, написать человеку и, не знаю, попытаться как-то с ним, не знаю, пообщаться, либо хотя бы просто спросить что-то, ну, во-первых, вежливо, то есть, не привет, эй, ты, давай, сделай мне что-то, вопрос, здравствуйте, там, можете ли вы, если нет, то окей, я как бы, это, типа, не прям так важно, да, иногда, конечно же, важно, очень, очень охота узнать чье-то мнение про свои работы, особенно, когда ты сидишь, рисуешь, и при этом, например, смотришь этого человека, за ним следишь, там, ну, вдохновляешься им, вдохновляешься его, может быть, речью, и хочешь, типа, узнать его мнение по поводу, вот, вот, типа, ну, хотя бы просто, нормально, типа, или, там, точнее, это странный ответ, нормальный или нет, ну, просто, типа, есть ли прогресс, понятное дело, что он есть, там, какой-нибудь, вот, просто совет, может быть, такой, но я понимаю, что, быстрый совет, он, неэффективный, тут нужно, прям, вот, разбирать портфолио, если, например, есть портфолио, а если, например, какой-то работы, то разбирать работу досконально, то есть, по пунктам, там, каждую детальку обсуждать, и все такое, поэтому, если у вас есть желание писать, кому-то пишите, спрашивайте, главное, как бы, давать себе отчет, и понимать примерно, что вы хотите узнать у художника, ну, если вы, например, задаете вопрос, потому что, я помню, у меня был такой момент, когда я вот, я не преподаватель, у меня нет опыта, я не учился, на художника, хотя, у меня есть, художественное образование, в плане, я, когда в школе учился, я окончил художественную школу, но это было, когда я был в шестом классе, когда мне было, сколько, шестой класс, ну, примерно 11-12 лет, то есть, это было давно, это примерно 10 лет назад, то есть, художка, тем более, она была такая, то, что там, я рисовал практически, ну, такое, там, натюрморты, пейзажи, не персонажи, а немножко другие вещи, и максимум, что я просто, от художественной школы, там, запомнил, это, что-то связанное с, там, цветовой, ну, с этим вот, цветовым кругом, то есть, там, какие у нас цвета есть, какие цвета хорошо сочетаются с другим, вот эти всякие триады, моногамия, ой, или как они там называются, ну, впрочем, не важно, то есть, и какие-то вещи, связанные, там, может быть, с композицией, с штриховкой, когда вот, карандашом рисовать, а так, в принципе, когда выходишь из художественной школы, а рисуешь при этом, то, что ты в художке, вообще не рисовал, ну, не знаю, сложно, сложно сказать, я потом просто брал, рисовал то, что мне нравится, то есть, мне нравилось рисовать персонажей, я начал рисовать персонажей, я с детства их любил рисовать, я прям, как сейчас помню, мне было лет 5, может быть, в 4, я как раз смотрел мультик, типа, черепашки-ниндии, вроде, еще, либо, блин, он там, вроде, 90-х, или 80-х, ой, нет, я слишком далеко, скорее всего, по времени ушел, такой еще, самый старый, типа, мультик, про черепашек, где там, и прилунил, с большой грудью, то есть, такой, потому что, я просто всегда вспоминаю, все вот про это шутят, и, я помню, я рисовал, ну, рок-стеди, и я потом понял, то, что, блин, мне нравится рисовать персонажей, то есть, все такое, там, как они выглядят, а потом все это, как-то еще, повлекло то, что я начал смотреть, всякие там, фильмы, игры, ну, игры, и играть начал, в разные игры, и, заметил то, что в играх, вот, такая есть некая кастомизация, то есть, когда там у персонажа, можно менять оружие, доспехи, и это, меня как-то завлекло, и я такой, типа, блин, а я теперь, тоже хочу, так, ну, то есть, вот, рисовать оружие, например, там, какие-нибудь, рисовать там, доспехи, и, впоследствии, как-то, вот, это переросло, вот в этом, то есть, просто практика, сначала на бумаге, у меня компьютер, точнее, на компьютере я рисовать начал, ну, два года назад, допустим, это, примерная дата, то есть, два года назад, до этого я рисовал на бумаге, то есть, только на бумаге, все, у меня не было компьютера, мощного, и у меня не было планшета, и вообще, с финансами была жопа, денег не было, у родителей я, точнее, у матери я попросить, ну, ничего не мог, типа, мам, хочу компьютер, фиг тебе, у нас нет денег, или там, хочу рисовать, у нас, например, на компьютере, нет такого, и планшет, откуда ты возьмешь планшет, я живу в таком городке, где графический планшет, ну, если только заказывать с Алиэкспресс, либо ехать в другой город, но, на тот момент, я об этом как-то не задумался, я вообще, как бы, после того, как я закончил школу, это сейчас такой, типа, немного из истории, расскажу, я вообще, когда закончил школу, а я хотел после школы, после девятого класса, пойти на дизайнера, ну, типа, что-то связанное с рисованием, с художеством, типа, все такое, либо архитектором, либо дизайнером, ландшафтным дизайнером, это звучит, конечно, смешно, может, нет, и, впоследствии, так, примерно, остались руки, и впоследствии, я просто такой, типа, окей, я уже начал готовиться к экзаменам, то есть, там надо было, там начались профили, вот эти всякие, ну, типа, чтобы, например, пойти на дизайнера, там нужно были какие-то определенные экзамены сдать, вещества знаний в географии, я готовился, а потом, под конец, мама такая, типа, у нас денег нету, ты будешь учиться на железнодорожниках, вот так, я такой, типа, прекрасно, ну, круто, прикольно, железнодорожник, ну, окей, нет, я такой, типа, ну, понятно дело, типа, а что еще делать, у меня, например, в моем городе, единственное, среднее, такое, образование, можно получить, после школы, это либо поступить в железнодорожную технику, либо, ну, в училище, там, какой-то, ну, 80, или как оно там называется, то есть, там много специальностей всяких, но, поскольку у меня, например, мама училась, в этом же технику, она говорит, и ты туда пойдешь, я такой, ну, окей, типа, мне, как бы, мне, я не могу, типа, решить за родителей, денег тем более нет, куда я поеду, я пошел, в технику, и я его в прошлом году закончил, с красным дипломом, ну, то есть, я учился нормально, я сам по себе достаточно такой, скрупулезный, вместо того, чтобы на что-то забить, я, наоборот, типа, сижу там, доделываю, поэтому, пытался как-то что-то там, ну, успевать, учиться нормально, чтобы на счету хорошем у преподавателя быть, рисовал на конкурсы всякие, там, какие-то места занимал, типа, призовые, ну, это такое, чисто просто, ну, поучаствовал, окей, типа, прикольно, надо заканчивать с лайн-артом, и потихонечку красить, красить, закончил техникум, самый, блин, ну, я вот сейчас понимаю, то, что я обратно хочу в техникум, хочу вернуться в то время, когда вот, был 2017, 2018 год, то есть, третий курс, предвыпускной, не знаю, то есть, какие-то пары, сидишь там, общаешься с кем-то, с одногруппниками, ой, блин, не знаю, очень охота вернуться, в то время, но, в прошлом жить нельзя, надо как бы, стремиться в будущее, так, а про че я говорил, а, ну, про художку, типа, вот, и про техникум, закончил я его, и сейчас, вот, из-за того, что карантин, я вообще должен сейчас уйти в армию, но, типа, я должен уйти, был в армию еще давно, еще в прошлом году, зимой, в декабре, вот, ну, поскольку я был в больнице, меня перенесли на осень, ой, осень, на весну, и сейчас такая ситуация, что, вот, из-за этого карантина я никуда не могу уйти, то есть, я не могу работу себе найти, типа, фриланс, то есть, если сейчас начну фрилантить, вдруг меня вызовут, скажут, типа, все, давай, собирай монатки, типа, давай, иди, служи, отдай долг родине, хотя, я не понимаю, какой тут долг, то есть, я в долг не брал, типа, почему я должен что-то давать, или возвращать, сейчас многие, кто будут потом слушать, это скажут, типа, эээ, вот ты говнюк, скорее всего, ну, блин, ну, целый год тратить на то, что я не хочу, тем более, я сейчас друг там, и он говорит, что там в какой-то степени рабство, я такой, я так и знаю, типа, зачем я буду тратить год, я мог бы сейчас, вот, если бы не армия, уже давно бы найти работу, фрилансить, там, не знаю, деньги какие-то получать, а я сейчас сижу, не могу ничего сделать, и армия тоже, типа, молчит, ничего не говорит, так, в принципе, практически готов, на самом деле, я, ну, торопиться особо не буду, потому что, я не хочу, типа, нервничать, и пытаться быстрее, давай, быстрее, быстрее, выше, сильнее, хотя, можно не торопиться, потихонечку, лайтовенько, просто порисовать, порисовать, я, думал, еще включить, какую-нибудь музыку, на фон, я так понимаю, что, скорее всего, YouTube, меня заблочит, либо, музыку, можно как-то, настраивать, то есть, там, изменять скорость, воспроизведения, либо, включать, не рецензионную, хотя, я такое, не имею, типа, я не знаю, как это вообще делать, потому, что, я все время, когда рисую, я включаю музыку, песни, либо, фильм какой-нибудь, а сейчас, я практически рисую в тишине, и это очень большая редкость, так, что же будет, так, блин, быстрее, показали карнажа в Веноме, то есть, я хочу увидеть, как он будет выглядеть в фильме, во второй части, Веноме, но пока, чуть-чуть ничего не слышно, обещали трейлер, а может быть, его и не покажут, так, сейчас, примерно, так, ну, слишком много зубов, и они все какие-то однородные, однотипные, хотя, я смотрел много всяких там примеров, как то, как рисует карнаджо, и у всех они практически разные, у кого-то вообще зубов там нет, ну, я имею в виду карнаджо, кто-то рисует такие прям стилизованные просто куски челюсти, какие-то острые, кто-то вместо зубов делает такие прям пятна темные, как будто бы у него не зуба такая, прям целая такая челюсть, прям состоящая из каких-то вот острых таких углов, стрим сейчас будет, скорее всего, очень скучный, потому что, ну, это такой первый, первый стрим, если скучно, как бы, бывает, бывает, блин, спасибо, я потом поищу, вообще, надо потом просто загуглить, скорее всего, или на ютубе посмотреть, кто-то, может быть, подскажет, скажет, типа, что делать, если так, то, да, это было бы круто, иногда такая вот спокойная музыка, которая вот, играет, она иногда прям наоборот как расслабляет, сидишь такой, о, хорошо, хорошая музыка, так, ну, в принципе, сейчас практически все, на самом деле я просто вот сейчас, пока болтал, сидел, я просто очень опять начал внедряться в детали, делать ненужные линии, это плохо, я сейчас пытаюсь, наоборот, как бы упрощать работу, ну, line-arc, не знаю, исходя из того, что нужно показать, по крайней мере, самые такие важные формы, а впоследствии все равно, когда ты уже рендеришь, ты перекрываешь этот line-arc порой, ну, лично я перекрываю его, и вот эти линии, они потом просто пропадают, и там появляется просто, ну, тональный уже разбор, вот, при помощи каких-то цветов, мазков, кисточек, поэтому то, что я сейчас делаю, над каждым зубиком, вот такую складочку, это, это, я просто занимаюсь хернивой, и фигня, да, достаточно сложно понять, где у него тут шея, пусть будет, сейчас, у меня подружка обещала, что она придет, она мне вчера прям, типа, блин, я хотел прям мотикнуться, ладно, она такая, типа, я буду смотреть, хотя она живет, прям вот, рядом, моя одна группа, если ты смотришь, Настя, то ты молодец, а если нет, то, ну и ладно, фиг с тобой, пошла ты в жопу, в основном, я шучу, мало ли что, может быть, она яйца красит, ай, блин, в принципе, в принципе, в принципе, можно оставить, я думаю, теперь нужно залить цветом, так, 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 ой, я же могу просто взять вот так, я все время нажимаю на планшет, хотя можно просто кнопочкой менять, вот это вот, примерно красный, красный, в чем я тут не включу, такая, уху, уху, какой красный, какой красный, хорошенький, хороший, уху, 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 не, с другой стороны, круто, я сейчас, благодаря этим стримам, стримам, закончу этот челлендж, и смогу его просто показать, и хоть что-то доделать, потому что, ну, забрасываю, и потом такой, типа, эээ, нафиг рисовать эту херню, пусть, пусть другие рисуют, а я, типа, посижу в сторонке, так, кофе остыло, нафиг рисовать эту хернююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю я просто хочу за стрим сделать его по крайней мере доделать потому что пугал я делал примерно часа два то есть так отвлекался смотрел какой-то фильмец уже практически уже идет целый час блин уже целый час стрима ну ладно еще целый еще часок еще целый часок и все и я наверно на этот раз закончу это был сам по себе достаточно просто такой проверочный стрим ну даже не проверочный просто пробный я как бы попытка не пытка что получится 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 говно ну и пусть страшно это главное тебе внушить потому что потом сидишь такой блин я сделал такое г типа сейчас все будут смотреть а мне что он тем более микрофон ужасный сейчас польется не знаю кровь из ушей у тех кто смотрит это или слушает а потом плохие комментарии будут или еще чего-нибудь на это опять же я просто скорее всего навязываю себе голову я сейчас кстати пиццу ел с помидорами обожаю помидорами блин сейчас найти референс карнажа потому что я забыл примерно эти черные черные всякие отростки у него еще на лице есть и как они там выглядят я не помню так ну в принципе сейчас секунду надо глянуть так ну в принципе понятно так белая здесь черная блин он такой красивый если честно прелесть просто прелесть так ладно пусть пока так будет о какие люди привет привет нас привет насти надеюсь это ты а не какая-нибудь еще от другая насти так уже два человека это круто насти там яйца покрасила или нет или вы красите у меня сейчас там за стеной вроде бы красит да у меня там сейчас брат с сестрой маме помогает по ходу так надо сразу сделать фон скорее всего типа посветлее что ли немножко да Какой же там будет цвет? Ну, пусть будет холодный. Холодный. В принципе, ладно. Настя, что там делаешь, хоть скажи. Так, я надеюсь, запись идет, потому что я что-то вроде смотрю, ну, типа, вроде эфир идет. Надеюсь, все нормально. Блин, слишком контрастно я его делать не хочу. Так, слишком контрастно делать не надо. Так, пусть пока такой фон, но потом изменим. Может быть. Так, что теперь делать самим? Во-первых, я делаю по-разному. Бывает, надо просто беру мягкую кисть и, типа, представляю примерно, где свет, и там делаю световые пятна. 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 Угу. То есть примерно здесь. Где-то потемнее будет он. Я такими темпами его не доделаю. Ну, в принципе, ничего страшного. Сделаю потом. Потом. Потом сделаю. Либо чуть позже после стрима доделаю, доделаю. Угу. Все. Все. Ну, у меня тут что-то вот. Угу. 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 Спасибо. 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 Надо уже рендерить. Я не рендерю. Это плохо. Я слишком заговорился и отвлекся. Конечно, можно на ты. Так. Ой, свой мир. Блин. Когда я еще учился, это примерно был второй курс. То есть это было 2016-2017. То есть в то время я просто как раз рисовал на бумаге. И такой типа, блин, я хочу свой мир. То есть я хочу персонажей. У меня потихонечку начался формироваться сюжет в голове. Естественно, многие персонажи очень похожи чем-то, может быть, даже вдохновлены другими персонажами, которые существуют. То есть в играх, в фильмах, в мультиках, везде. Я пытался как-то делать, ну, точнее, не пытался, а с одной стороны, есть персонажи, которые, ну, по-своему уникальны. Каждый персонаж, он по-своему уникальный, хоть он и чем-то похож, но все равно. Вот даже вот Карнадж, он вроде бы похож на Венома, но это совсем разные персонажи. Вообще разные по характеру, по цвету, по, не знаю, сами по себе. Такая же фигня и началась вот, когда я начал делать персонажей. То есть у меня мир такой, типа, некое средневековье. Это даже, можно сказать, целая галактика, которая мне еще не придумана до конца. То есть такими мелкими кусочками. Там есть несколько планет. У меня где-то в скетчбуке, ну, там были такие наглоски. Аля, типа, не знаю, там, зарисовки какие-то очень такие грубые. Я что-то постил у себя там в альбомах. Что-то постил, а может быть, что-то и удалил. Так, вот здесь у него очень... Так, сейчас, минуту. У него около вот этих вещей, тут такие темные прям пятна. А зубы такие серебряные. Ну, пусть будет так. А вообще в будущем я, конечно же, хочу этот, ну, свой проект как-то реализовать намного лучше. То есть полноценно сделать как-то свой мирок. Не знаю, отрисовать его, нарисовать главных персонажей. Либо хотя бы персонажей, которые меня больше всего интересуют. Что-то такое. Так, пусть будет вот здесь слонная. Херня. Херня. Если я буду мультикаться, извиняйте. Можете сразу ставить дизлайк и, я не знаю, там... Не смотри... Потому что я иногда могу просто вот... Сидеть и... Да, да. Я буду мультикаться, как моя мама. А, про свой мир я что-то как-то, наверное, ответил. Ну... Вообще в будущем я хочу его, ну, в свободное время там рисовать как-то. Делать. А... Но я просто вижу... Пора что. Вижу. Что народу сам... Вообще, то есть... Поскольку я себя... Плохо еще и... Не то, что пиарю, а просто, ну... Никому я особо нафиг не нужен в этом плане. И мои рисунки тоже, они особо никому не нужны. Потому что есть другие художники, а я пока что... Свою стезю своих, может быть, зрителей я еще не нашел. Или они меня еще не нашли. И поэтому сейчас я просто понимаю то, что это... Все равно нет, конечно же, надо рисовать для себя. Я же не для них там... Стараюсь для кого-то по большей степени для себя что-то придумать. Это как-то скомпаковать... Скомпаковать... Блин. Компоновать. И реализовать в виде некого проекта. Так, сейчас... Что у него? Везде рисует по-разному, в принципе. Где-то у него этих полосок вообще нету. Хотя... Ладно. Я вообще мечтал, типа, в будущем, когда я в плане скилла, типа, вырасту. Если я уж вырасту. Я бы хотел, как Роман Папсуев, потом выложить свой... Ну, точнее, сделать свой арт-бук по этой вселенной. Но это будет очень долго. Это будет не скоро. Вообще не скоро. А может, вообще никогда не будет. Может, я завтра уже сдохну, типа, у меня машина завтра собьет и все. На карту. Специально. Ну, то есть, я как-то к этому пока скептично отношусь. Я хочу сделать что-то. Но у меня пока опыта мало, типа, чего, как. То есть, это надо реализовать как-то. Это в будущем. В виде какой-нибудь книженцы, может быть. Либо просто вот картинок каких-то персонажей. И с небольшим, может быть, текстом лора для них. И все. То есть, пока такое. Я потому что видел, многие художники делают какие-то сеймеры. Они там, ну, что-то придумывают. И такой, блин, ну это круто. Офигенно, когда художник не просто рисует, а он еще придумывает свое что-то. И это свое, точнее, на своем мере он как бы практикуется как художник. Он создает свой мир. Он его анализирует, там, продумывает. Лор, сюжет. Это в какой-то степени, мне кажется, ну, не каждый может сделать такое. В общем, нет. Не каждый человек займется такой вещью. То есть, и не каждый художник будет это делать. Кому-то, типа, вообще пофигу, он рисует главное и все. А кому-то, правда, очень интересно там, типа, как будто бы ты этих персонажей чувствуешь, как будто не некое твое продолжение, твои дети, так сказать, выдуманные, выдуманные детишки. Поэтому я очень хочу в будущем это как-то реализовать, если получится. Но тут проблема в том, что я, например, вот если текст какой-нибудь придумывать, я... У меня проблемы с созданием каких-то текстов. То есть, я не грамматик, я не умею создавать хорошие рассказы. Я лишь могу просто кратко сказать что-то там, типа, там, а, вот такой-сякой он будет, там, типа, сам по себе персонаж. У него там вот такие-такие-то способности. А он там своего такого-то или, там, относится вот к этому. И, ну, так, типа, просто очень грубо просто там какие-то заметки сделать. А вот кто в этом хорошо шарит, то тот бы мог, например, там, как-то это написать, рассказать. А пока таких людей я не встретил, точнее, с кем это можно обсудить. Нет, есть один человек, с которым я это обсуждаю. Но я понимаю, что у него помимо моих дел есть, как бы, своя работа. Что, зачем я его буду порой, типа, задалбливать, типа, вот, подскажи мне, типа, я так и делаю, я задалбливаю, но с другой стороны. Надо просто подождать. Может, через какое-то время что-то получится. Я вот вожусь сейчас на одном месте. Либо у меня мозг сейчас не понимает, что я делаю, либо что. ... ... Фигово. Была хорошая погода. Пошел Дорлик. Заеби. Ой. Ладно. Ну, ничего. Я обещал себе не материться, не ругаться. Ну все, я спалился. Я проиграл. Блин, какие ему зубы делать, я пока не знаю. Так, сейчас еще раз посмотреть. Ну, поскольку у него все эволюционно достаточно такое органическое, то есть оно прям очень бликует, у него очень много всяких бликов. Очень много бликов. Сам по себе он такой достаточно интересный. Так. А, стоп. Хотя, ладно, я пока просто заполню цветом, скорее всего. А потом уже поверх лайна буду рендерить, потому что когда я рендерю... Ну, это не рендер, это просто скетч. Это даже не рендер. Просто скетч. Так. Как будто лучше... Нет, зубы, скорее всего, будут серебряные такие. Я их не буду делать темными. Я их не буду делать темными. Я лишь из теми около десен. Так будет, мне кажется, лучше. А потом поверх уже буду красить. Ну, точнее, добавлять деталь. Блин, спугал, и у меня было все намного легче. Я не знаю, почему. Я просто взял... У меня был набросок тоже на бумаге. Я просто его взял, сделал быстро лайн-арт, прям за минут 10-15. Залил цветом и просто начал рендерить. Ну, опять рендерить. Просто сделал, ну, не знаю, какие-то мазки, там, тонально, как ты его разобрал, по тону. Там, потемнее, где-то светлее. А сейчас я понимаю то, что, блин. Сейчас я опять нафигачу и буду какой-нибудь говно. Пока что. Наверное, меня еще просто на этот челлендж вдохновила Татьяна Ветрова опять. Она сама как бы меня постоянно вдохновляет своей харизмой, своим каким-то разговором. Я просто слушаю ее такой, типа, да, да, я, типа, согласен. Да, я понимаю, что нужно вот так делать и все такое. И я просто, ну, смотрел, как она это делает, рисует, то есть тоже. И я такой, блин, я тогда тоже сделаю, типа, я его тоже закончу. Почему бы нет? Сейчас, тем более, время есть. Потратить время на вот такой хеллендж. Челлендж. Ну, Татьяна получилась офигенно, конечно, в плане вот самих там персонажей, Крифтал. Круто. Тут, тру, ту, ту. Очень скучный стрим. Очень скучный стрим. Скорее всего. Ну, в принципе, если я сейчас его не доделаю, потому что я так-то могу сидеть долго, но просто я не рассчитывал сегодня сидеть слишком долго. Поэтому еще полчасочка, и я, скорее всего, на этом на сегодня закончу. А. А потом либо вне стрима за сегодня доделаю, либо что-то еще. Поэтому, если кто-то хотел увидеть финалку, извините, увидите ее попозже. Я, скорее всего, сейчас доделать не успею, но что-то такое я пытаюсь говорить. Так. 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 Пусть через будет нижняя темная, она так более выделяется у нас на фоне красного, скорее всего. Зубы я покрашу на отдельном слое и потом просто их закреплю, чтобы их отдельно как-то не портить. На самом деле, да, то есть я могу сделать стрим завтра, которые могу послезавтра сделать, скорее всего. Просто тут проблем особо нету, особо проблем и нету. Я могу рисовать, ну точнее стримить каждый день, я все сижу дома. Просто бывает отвлекаю, там просишь что-то там. То помоги, то сходи, еще что-нибудь сделай, а потом сидишь и либо просто отдыхаешь, либо, не знаю, рисуешь. А что еще делать? Рисовать. А так, в принципе, можно. Я могу. Даже если никто не придет как бы на стрим, ну и ладно, мне типа как-то, с одной стороны, я на это не обращаю внимания, без разницы. То есть, кто придет, круто. Кому-то интересно, кому-то нет, ну и не надо. Это звучало, скорее всего, как будто я такой, типа, обиделся и такой, как будто никто не придет, ну и все, ну и все. А на самом деле, блин, я это делал как бы чисто такой опыт, экспириенс, просто попытка в прямом эфире что-то покалякать, порисовать, при этом рисовать и разговаривать. Я такое никогда, ну то есть, редко такое делаю, когда сижу и разговариваю, потому что рядом со мной никого и практически нету. С кем я? Я сам собой разговариваю? Ну это я могу, я иногда разговариваю, ну, типа, такое. А так, на днях еще будет стрим, скорее всего, если, точнее, если не то, чтобы появится желание, желание-то у меня есть. Просто, если обстоятельства сложатся нормально, я сделаю еще, еще. может быть, буду как-то разбавлять стрим, типа, например, на одном стриме буду рисовать вот этот вот челлендж, на другом там что-нибудь еще. блин, я сейчас опять буду углубляться в эти вот детальки, а на самом деле, это сейчас мы все испортим. так, надо отдельно покрасить зубы, почистить ему зубы. Пусть будет какой-нибудь серый, я их потом отдельно буду украсить. Продолжение следует... 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 с этим допустим и я такой типа хотел проконсультироваться и никак не могу съездить и спросить вообще то есть надо ли мне делать потому что стоит ли например из-за одного зуба или за двух делать такое или не надо то есть непонятно да и узнать особо ни у кого не узнаешь их знакомых стоматологов нету или точнее не стоматолог зубной врач или кто-то должен посмотреть в принципе это в будущем это я просто к теме слишком много вожусь опять я с ним а может и недолго сейчас но и просто опять олег хватит кстати вот тоже проблема я иногда начинаю приближать слишком близко картинку из-за этого начиная вот возиться в одном месте тоже плохо я пытаюсь как-то себя от этого отучить но не всегда получается надо себя отучать от таких привычек сейчас ему сделаю кучу зубов красота требуется а и и и и и Блин, то же самое касается и, например, ну вот, допустим, если включать на стриме фильм какой-то, скорее всего, не получится, хотя, блин, как это объяснить, хотя вот многие же блогеры включают, например, что-то, смотрят что-то, делают какую-то реакцию, я бы, я иногда хотел бы включать, не знаю, может быть, какой-нибудь фильмец, хотя, наверное, это нельзя, он будет делать, главное, чтобы не слышно было, или не видно, или нет. Нет, смотреть, наверное, что-то можно, но не все. Так, что-то я... Хватит зубов, хватит. Ну, в принципе, норм. Нормально. Так, теперь мы затянем скрытики, которые у нас там в далеки. Я порой просто беру, ну, пытаюсь тонально как-то, немножко их распределить, и на все же зубы свет у нас падает. Где-то их практически не будет, где-то тем. Так и есть... Продолжение следует... 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 Надо посмотреть на референцию, как он там рисует... Я опять слишком много делал виталик... Почти немного, а просто маюкула... В принципе она... Окей, окей... Да, сейчас через 10 минут, скорее всего, буду закругляться... Все равно особо никак не смотрят и думаю, ничего страшного... Но спасибо тем, кто пришел, посмотрел... Может было интересно... А может скучно... Потому что, блин... Особко сказать нечего... Так... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще раз всех с наступающим праздником Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас можно лицесреть мои ошибки Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, еще пять минут и все, да А то еще нас сейчас в магазин бежать Хотя уже вроде 9 часов допустим Магазины все уже закрываются А меня вот прет в магазин Я хочу в магазин Что? Глазки прикольные. Глазки прикольные. Глазки прикольные. Глазки прикольные. Глазки прикольные. Спасибо. Спасибо. На самом деле праздник такой. Не то чтобы прям. Кто-то его празднует скорее всего. Очень сильно прям. Для кого-то прям праздник важный. Я лично такой скептик из-за этого постоянно с Русь. С родителями, с мамой. Ну типа она там. Ну не то что надо. Просто типа празднуем. Типа праздник прикольный. Даже Пасха я такой. Да ну. Я главное просто проснусь. Возьму этот. Кулич. И там. Чего-нибудь еще. Товорожную маску. Просто поем и все. Вот это праздник. Прекл cupcakes. Ничего. Пойдем туда. Возиться столько времени с простой башкой, это конечно я могу, я умею. Конечно же я могу. Так, ну я думаю запись остается. Те кто просто захотят посмотреть посмотрят, те кто не хотят не смотрят, у меня без разницы. Я имею ввиду, что я не знаю она сохранится или нет, надеюсь сохранится. Я как-то про этот момент что-то забыл, она должна сохраниться, если я сам не захочу ее удалить. Поэтому я думаю на этом моменте я закончу. Ну, как будет возможно сделать другой стрим я сделаю на днях, может быть. Поэтому думаю на этом все. Все. Наверное все, хватит. Да. Сейчас магазин схожу, доделаю этого карнажика и все. И хватит на сегодня. Спасибо еще раз всем, кто был на стриме. Думаю буду закругляться все. А то время уже два часа. Два часа. Сегодня хватит. Еще раз спасибо всем, кто был. И всем пока.